В городском округе проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озер и рек в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей и представителей администрации. О водоемах, которые начали очищать, и о тех, которые уже чисты, расскажем в сюжете. В свое время, когда мы были еще маленькими, в нашем детстве, здесь все было очень чисто. Это река, вода была чистая, мы здесь купались, по берегу мы гуляли с обеих сторон реки. В последнее время здесь все до такой степени замусорено, сюда уже никто не ходит. Раньше это место было любимым для прогулок жителей. Сейчас здесь много мусора, поваленных деревьев и зарослей. Река Пихорка протекает почти через весь округ на протяжении 12 километров. Люберчане обратились в администрацию с просьбой провести здесь санитарную расчистку. Их услышали, и работы уже начались. Сегодня мы вывели сюда подрядчика. По его прогнозу, примерно две недели он будет на этом месте. В связи с тем, что достаточно много мусора. Нам предстоит порядка 100 метров сделать опиловки, убрать прибрежную зону от мусора в Олежнике, убрать береговую зону от поваленных деревьев. Мы, в принципе, все делаем под контролем и совместно с жителями. Еще один водный объект, на котором начали расчистку по просьбам жителей – Томилинский пруд по улице Кантемира. Последний раз здесь проводили санитарные работы три года назад. Выросла здесь, можно сказать, рядом с прудом. Была у его истоков. То есть, когда его здесь вырыли, источник наполнил этот пруд, и мы сюда пришли плавать. Я считаю так, что пруд надо чистить обязательно каждый год. Берега надо тоже привести в порядок, кроме вот того Утиного островка. Пока подрядчики начали работы на новых водных объектах, представители администрации вместе с жителями проверили уже очищенные водоемы. В начале августа началась расчистка Большого Красковского карьера. Привели в порядок прибрежную зону, окосили камыш, опилили деревья сухостой и извлекли топляк. Только с этого водного объекта вынули больше 170 кубов мусора. Теперь это место чистое, а жители довольны. Недавно мы обратились в местную администрацию. Хотели бы здесь, чтобы нам немножко почистили именно вот этот карьер. Большое спасибо. Они очень быстро отозвались. Приехали нам на помощь, вызвали бригаду. Бригада здесь очень оперативно работала. Обрезала все деревья, собирала весь мусор. Мы довольны. Будем сотрудничать дальше. Также в начале августа приступили к санитарной расчистке и Новокрасковского карьера. Сейчас работы завершены. За этот год в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» очищено уже пять водных объектов. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.